Итак, четыре этапа движения от Бога к человеку. Написание, богодухновенность, канонизация, о которой мы говорили с вами до сих пор, в прошлые несколько часов, но после того, как Священное Писание канонизировано, начинается новый этап. На самом деле, начинается он еще до канонизации. Это рукописная передача. Одно из возражений, которое мы слышим достаточно часто, как убедиться в том, что текст Священного Писания, который мы имеем сегодня, соответствует тому, который Бог дал изначально. Ну, можно предположить, что Бог благословил, Бог вдохновил Священное Писание. А потом пришли злые дни переписчики и поправили так, как им казалось нужным. Можно предположить, что где-то кто-то когда-то специально вносил коррективы исправление Священное Писание. Так это или нет, как убедиться, что сегодня перед нами достоверный текст Священного Писания? Мы берем канонизированные Писания, да? Нет, мы берем Священное Писание от того момента, когда апостолы, пророки его писали, и до того момента, как мы сегодня с вами его читаем. У нас осталось... Я беру, например, православное Священное Писание, там 90-й Псалом берешь, они добавили. Во-во-во-во, хорошо. Понимаете? Да, совершенно верно. И 90-й Псалом берешь, и последний самый Псалом интересен в православном Священном Писании. Да. А как убедиться в том, что именно дал нам Господь? Вот это вопрос, о котором мы будем с вами говорить сегодня, в связи с переписыванием, и завтра в связи с переводом Священного Писания, и то, и другое, очень важные части этого общего процесса. Ну, давайте самого главного, на самом деле, начнем. Бог решил обратиться к нам, к людям на человеческом языке. Ведь, на самом деле, Бог по-разному говорил. Бог по-разному, Бог многократно и многообразно обращался, говорил через пророков. Он обращался к пророкам. И, наверное, Бог мог бы использовать другие способы для того, чтобы к нам обращаться. Но Он использовал именно язык, именно речь. Вот здесь очень важный термин. В слайдах его нет, но я вам все равно этот термин дам. Это пропозиционное, пропозиционное откровение. Пропозиция. Пропозиционное откровение. Это откровение, основанное на некоторых утверждениях. Объясню, что я имею в виду. Допустим, Бог говорил бы к нам сами через чувства. Вы знаете, вот я чувствую, что мне бы сейчас неплохо пообедать. Такое хорошее откровение. Вообще говоря, конечно, рано. Еще час-полтора до обеда. Но вот я чувствую, что это так. Ладно, это мое личное откровение. А потом я говорю так. Валерий, я чувствую, что вам сегодня необходимо прийти на вокзал, вас посадят в поезд, вы приедете в Москву, в Москве вы приедете в аэропорт и улетите в государство, которое называется Гана. Я этого не чувствую. Вот вы этого не чувствуете. Это у вас проблема, Валера. У вас с духовностью эти какие-то напряги. Потому что моя духовность больше вашей. Я тоже чувствую, что у вас больше. Вы не чувствуете этого. Нам с вами очень сложно по этому поводу спорить. А вот это не пропозиционное откровение. Это откровение на уровне чувств. То же самое на уровне видения. Откровение на уровне видения. Вы знаете, Юля, вчера ночью мне было по поводу вас видения. Мне было видение, что на будущий год вам нужно спеть христианскую песню на фестивале Евровидения. Понимаете, Юля? И вы победите, Юля. Честное слово. Господь мне это дал. Понимаете, опять-таки, это субъективно. Мне такое видение было. Допустим. Мне его не было, кстати говоря, дабы не предстать лжицом. Я сразу же сказать, мне его не было. Это видение. Но вот такое субъективное откровение дает очень мало почвы для взаимодействия, для соприкосновения. Бог дал нам откровение на человеческом языке, которое существует объективно. Вот эти слова священного писания, богодухновенные слова священного писания, существуют объективно. И дальше вопрос, сможем ли мы их интерпретировать, сможем ли мы понять их значение и найти их применение. Но объективно есть некоторые слова, которые выше наших чувств, выше наших эмоций. Знаете, даже если я сейчас вдруг почувствую, что я не являюсь российским гражданином, мне достаточно взять свой паспорт. Все будет понятно. Есть немало людей, которые доживают лет до 50 и вдруг почему-то начинают чувствовать, что им 20. Вот им объективно нужно посмотреть на собственную физиономию, и если не убедятся, то на собственный паспорт. И тоже будет все совершенно очевидно. То же самое и здесь. Бог дал конкретный документ, конкретные факты, на которые мы можем посмотреть, на которые мы можем взирать. Поэтому так важно, что Бог дал свое откровение на конкретных человеческих языках. Причем языки использованы не случайно. Это замечательная история. Мы подошли... В каждом курсе есть что-то такое, что нас радует. Если курс преподавателя не радует, не вдохновляет, то преподавателю лучше этот курс не преподавать. Мы подошли к тому моменту данного курса, который лично меня радует. И мне будет очень сложно сдержаться, мне будет очень сложно преподавать это равнодушно. Меня вот эти как раз два шага, которые нам остались, в особом смысле, особым образом радуют. Три языка священного писания. Ветхий Завет написан на древнееврейском и на арамейском языках. Древнееврейский и арамейский язык. На следующем курсе, на следующей неделе, мы послушаем с вами, как звучит древнееврейский язык в хорошем чтении, в актерском чтении. Чем знаменательны эти языки? Древнееврейский, один из семитских языков, говорил о нем, в общем-то, народ небольшой, но народ, избранный Богом. Древнееврейский язык, язык необычайно образный. Этот язык для людей, которые мыслят картинами, которые мыслят визуально. Этот язык для людей, которые больше чувствуют. Прежде всего, воспринимают на чувства, на интуицию. В этом плане мне иногда сложно понять мою жену. Она говорит, вот ты знаешь, по-моему, вот такая-то, такая-то, мной не совсем довольна. Я говорю, подожди, она что-нибудь тебе сказала? Нет, она меня так посмотрела. Я говорю, ну какая разница, когда она тебя посмотрела. Вот когда она тебе что-нибудь скажет, она говорит, нет, когда скажет, будет уже поздно. Какие-то вещи берутся чисто интуицией. Вот еврейский язык, это язык зрительного образа и интуиции. Еврейский язык, также язык звукоподражания. Например, по-русски написано, земля была безвидна и пуста. Помните, в первой главе книги «Бытия» по-еврейски это безвидна и пуста звучит как «тогу ва-богу». Вот одно звучание этого «тогу ва-богу» даёт ощущение вот этой самой безвидности, пустоты, какой-то такой мрачности грозной. Хорошие актеры, читая эти тексты, читают их так, что вы просто слушая язык, даже, может быть, не совсем понимая слова, поймёте, испытаете общее, ну покаетесь, испытаете общее ощущение. Покаетесь, наверное, не всегда, но евреи говорили на этом языке, говорят, и не все каются, пока, к сожалению. Но ощущение-то есть. Еврейский язык состоит только из согласных звуков. А гласные, так называемая огласовка, уже вставляются между согласными. И тексты на еврейском языке, не библейские, а современные тексты, пишутся только согласными звуками. А и то, что у нас называется корень слова. В еврейском языке это понятие, это согласные без огласовки. Например, ка-в-д. Из этого можно получить кавед, из этого можно получить кавод. А что это за кавед? Это общий корень, обозначающий... Что же он обозначает? Прежде всего, тяжесть, значительность, внушительность. И этот же корень, и это же слово, и это же понятие обозначает то, что на русский язык переводится как «слава». Да помилуйте! Что общего между значительностью и славой? Представьте себе, ну славный бульничек. Булыжник. Большой камень. Что значит он славный? Он массивный. Он такой серьезный. Он может придавить. Славный бульничек. А бог больше, величественнее, славнее, чем все, что можно себе представить. Он славный бог. Он превосходит всю вселенную. Вот такая картинность, когда обычные понятия, житейские понятия, переходят понятия в богословские, для еврейского языка очень и очень характерны. Таких случаев очень и очень много. Когда носитель этого языка думает о богословском понятии, это богословское понятие для него не абстрактно, оно конкретно. Еврейский язык – это язык конкретного мышления, а не мышления абстрактного. И любая абстракция на самом деле сводится к некоторой конкретике. И вот на этом необычайно поэтичном языке, на этом необычайно динамичном языке, но при этом языке без гласных звуков, где гласные звуки нужно уже доставлять, додумывать, вот на этом языке бог дал нам большую часть Ветхого Завета. К этому мы еще вернемся с вами в связи с переводом, потому что такой характер еврейского языка будет иметь некоторые достаточно серьезные последствия, когда мы займемся переводом. Это еврейский. Некоторая часть Ветхого Завета написана также на арамейском языке, в частности, фрагменты книги пророка Даниила, книги Даниила написаны на арамейском языке, как языке общения, языке повседневного общения того времени. Смотрели фильм «Страсти Христовые»? И именно в нормальном виде, не в том, на пиратских кассетах иногда, когда на арамейский текст наложили русский звук, люди читают по-русски. Нет, где арамейский текст вы слышите, а субтитры только по-русски. Вот вы услышали звучание этого языка. Звучание очень, доложу вам, выразительное. А еврейский язык сам по себе – это свидетельство Божьего чуда. Почему? Ведь в 70-м году нашей эры был разрушен Иерусалимский храм. В 135-м году римляне окончательную победу уже одержали над иудеями. Иудеи были рассеяны по всему миру. Но место, где жили иудеи, уже не называлось иудея. Его стали называть другим словом – словом «палестина». Словом, которое пустили в оборот римляне. Почему «палестина»? От слова «филистимляне». «Палестина» – «филистимляне». Здесь же земля филистимская. А место, обозначающее место обитания, место проживания некого еврейского народа, стали называть по названию другого народа – врага иудеев. А филистимлянах мы с вами можем прочитать теперь преимущественно в Библии и в истории. Когда вы видели в последний раз филистимляне? С ассирийцами та же ситуация. Они, конечно, есть, ассирийцы есть, но их очень-очень мало. А евреи и еврейский язык, слышите, через 19 веков после этих событий, после того, как Иудея стала называться в Палестиной, а Иерусалим римляне переименовали в «Эрия Капитолина», чтобы никто не помнил о том, как называлось изначально, имя Иерусалим, правда, вернули очень скоро. Иерушалайм – город мира. А дальше начинается, через много веков начинается возрождение еврейского языка, и этот уже практически мертвый язык возрождается и становится живым языком государства Израиль. в конце 19 века имеют место несколько проектов искусственных или восстановленных языков. По крайней мере, два из таких проектов – это проекты искусственных международных языков. У авторов этих проектов мало что получается. Да, есть люди, которые на этих языках говорят, но их, в общем-то, мало. А еврейский язык, который долгое время был языком священных книг, восстанавливается и снова становится языком живым. Вот вам одно из подтверждений Божьих чудес. И вообще говоря, когда вы видите еврея, когда вы видите представителей еврейского народа, подумайте, что перед вами стоит чудо Божие. Потому что по всем законам жизни, после того, что этот народ пережил, он должен был бы уже стертым быть с лица земли, если бы не его богоизбранность. Но это один язык. Второй язык – эллинистический греческий. Или язык койне. Язык койне. И тут, друзья мои, отдельная история. История заключается вот в чем. Греческий язык, язык не только Греции, но ведь Греция стала сверхдержавой того времени. С завоеваниями Александра Македонского раздвинулись горизонты греков. Греческий стал лингва-франка, языком международного общения для своего времени. На протяжении долгого времени, до середины, до конца XIX века, выделялся классический период греческого языка. Он постепенно изменялся. Потом был такой провал. И в I веке до н.э. и в I веке нашей эры, особенно в I веке нашей эры, документов на греческом языке было практически неизвестно, кроме книг Нового Завета. И потом, уже позже, мы видим новые документы на греческом языке. Это уже другой вариант греческого языка, византийский греческий язык, более поздний. А вот этот провал, этот этап, когда писался Новый Завет, никаких других документов этого времени не было. И этот греческий язык стали называть языком Святого Духа. И совершенно серьезно, еще в XIX веке утверждалось, что Бог дал особый греческий язык для написания своего слова, для написания Библии. Дело в том, что многих слов, которые встречались в Новом Завете, больше нигде в греческом языке найти не могли. И казалось, вот Бог специально с небес дал новый язык, который был приспособлен для Священного Писания. Не случайно, в частности, в русском переводе Иисус и апостолы говорят очень высокопарно. Иисус, например, говорит слово «дщерь». Ну, у меня две дочери. Если я им скажу «дщерь», ну, разве что шутки ради. И они посмотрят, это у меня хорошее настроение или не очень. Может, я их ругать собираюсь. И предполагалось, что это особенный язык Святого Духа. Ну вот, в 1895 году в одной из библиотек, где они долго хранились, находят таблички. Целое собрание этих табличек, которые когда-то кто-то туда положил, но даже в них не разобрались. Это таблички, и это книги, и это тексты, и там и папирусы также. Папирусы, в основном, извините, не таблички. В 1895 году в одной из библиотек находят папирусы, которые относятся к первому веку нашей эры, но которые не являются библейскими текстами, а самыми обыкновенными повседневными текстами, повседневными документами. И что выясняется? Вот, например, послание к Ефесиным, 1 глава, с 13 стиха. Говорится о Святом Духе. В нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения и уверовав в него, запечатлены обетованным Святым Духом, который есть залог наследия нашего для искупления удела его. Вот слово, которое в русском языке переведено как залог, до этого считалось, что это особое новозаветное слово. Потому что не было ни одного греческого документа, в котором это слово встречалось бы. И вот на табличках это слово не только обнаружено, а обнаружено неоднократно. Например, один человек пишет другому и говорит, у меня завелись мыши. Ну, чтобы было понятно, какие документы нашли. Да, это обычные повседневные письма. У меня завелись мыши. Не мог бы ты прислать мне мышеловку? Кстати, исследователи полагают в данном случае, что слово мышеловка названо кошка. Значит, один человек просит другого кошку, которая хорошо ловит мышей. И в качестве залога посылаю тебе такую-то сумму денег, а если она мышей отловит, то пришлю и все остальное. Вот в этом тексте появляется слово залог. И вот несколько сотен было таких слов, которые раньше считались чисто библейскими. Вот для чего-то такого высокого, как Дух Святой, Бог дал особое греческое слово. А потом, после этих удивительных совершенно находок, выяснилось, что подавляющее большинство, практически все эти слова, использовались в самых обычных документах. И вот 1895 год стал революционным в понимании священного писания, в понимании Нового Завета. Если до этого считалось, что Библия написана на особом, изысканном языке, языке Святого Духа, то после этих открытий, после этих находок, вдруг выяснилось, что Новый Завет написан на самом обыкновенном, разговорном языке того времени. Что это означает, мне вам не надо объяснять. Если до этого считалось, что библейский слог должен быть, в переводе, допустим, должен быть возвышенным, должен быть особым, должен быть одухотворенным, то после этих находок стало ясно, что Библия должна быть понятной. А если до этого считалось, что, допустим, можно переводить «дщерь» или «дерзай чада», «дерзай чада», «дерзай чада», когда вы своему ребенку, допустим, или любому знакомому ребенку скажете, «дерзай чада», то сейчас, после этих ваших находок, стало понятно, что можно, например, говорить «доченька» или «давай, дитя», «давай, ребенок», «мальчуган», все что угодно. Оказалось, что это обычный язык и смысл не в возвышенности священного писания, а в понятности священного писания. Вот такую революцию провели, произвели вот эти находки конца 19 века. Штука в том, что русский синодальный перевод священного писания был сделан еще до этих находок. Ну, там были особые свои проблемы, о которых мы поговорим несколько позже, но 1895 год – это очень серьезная, очень важная дата. Поддержите ТВС молитвой и финансами. Не рассчитывайте, что пожертвует кто-то другой. Так думают многие, и хорошие проекты перестают существовать. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте www.tvseminari.com Так на чем же писали в древности? Интересно также, что до 19 века считалось, что во времена Моисея вообще не писали. Полтора тысячелетия до нашей эры, ну, какие же там письменные языки. Потом, одна за другой, начались находки текстов, записанных на камнях, на глине, на осколках горшков, на осколках посуды. И в результате сегодня уже для всех совершенно очевидно, что во времена Моисея писали, причем вполне писали. Моисей был наставлен во всей мудрости, премудрости египетской. Он учился во дворце фараона. В Египте письменность в то время уже существовала. Значит, и Моисей был вполне не грамотным человеком. Представлять его как малограмотным с исторической точки зрения будет неверно. На чем же писали? Писали на глине. Естественно, что эти тексты до нас не дошли. На камне. Понятно, что эти тексты тоже до нас не дошли. На папирусах. С папирусами ситуация такая. Некоторые фрагменты папирусов до нас дошли. Мы об этом будем говорить. Папирусы готовились либо в виде свитков, либо в виде кодексов. Разница. Свиток – это рулон, который разматывается. Две такие палки. Кто из вас помнит катушечные магнитофоны? Есть такие старожилы этого мира? Есть. Катушечные магнитофоны, да. Две бобины, между которыми двигается пленка. Теперь представьте себе, что эта пленка так раз в несколько шире. И это не бобина, а это палки. С одной палки перематывается на другую. Вот это свиток. И автор книги священного писания по большому счету был ограничен не только тем временем, которое он готов был потратить, но и длиной свитка, которая у него была. Правда, большие книги переписывались на нескольких свитках. Но это уже потом прикопировали. Или делались папирусы в виде кодексов. Это уже листы папируса, которые переплетались, которые соединялись. Но это, в общем, аналог уже современной книги. Писали на коже. Помните, Павел просит Тимофея, принеси мне книги, особенно какие кожаные. Он просит рукописи, написанные на коже. Пергамент. Вот пергаменты уже были кодексами. Конечно, свитков уже нет. Из пергаментов легко можно сделать было страницы. И мы имеем кодекс на пергаменте. Папирус – это преимущественно, прежде всего, свитки. Пергамент – это преимущественно кодексы. Правда, надо оговориться, что сейчас, когда мы, допустим, у нас есть фрагменты папирусных рукописей, но часто это бывают малюсенькие, маленькие фрагменты, коротенькие кусочки. А вот письменные материалы. Свитки тоже были кожаными? Да, свитки могли тоже быть кожаными, конечно. Я, например, в музее говорил, чтобы мне показали этот свиток. Видели? Да, через директора. Но потом я пожарил Парадет. А чего? Потому что он заставил двух старушек принести мне этот свиток. Хороший свиточек был, да? А он килограмм, наверное, 70 весит, они вдвоем его несут. Вот когда мы читаем о том, что Иисус взял свиток для того, чтобы читать его в синагоге, вот нам кажется, что он взял Библию карманного издания. Исторически вы можете себе представить. Это, например, то же самое, как мы, когда читаем. Помните, когда слуга Авраама пошел найти, пошел искать жену для Исаака, да? Вот, и нашел Ребекку, она там напоила его и верблюдов его. Вот если кто-нибудь когда-нибудь пробовал напоить верблюда, вы поймете. Я не пробовал, но слышал, что это очень сложно. Я не могу себе представить Ребеку такой хрупкой, тоненькой, такой стебелечек, такая девочка, да? Потому что, а припоказал, что она напоила верблюдов. Вот здесь то же самое. Эти свитки были очень массивными. Это все серьезно. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok